Я хочу еще запросить. Знаете, какой вопрос? Вопрос рождения гениальных детей. Благостных детей, да. Для этого нужно два фактора. Первый фактор — очень доброе отношение между родителями, что немаловажно. И второй фактор — это молитва перед зачатием, хотя бы полгода интенсивной молитвы. Смотреть на изображение святого человека или на что-то святое, кланяться, говорить о своем служении, желании, я хочу тебе служить, как думать об этом, молитву читать и просить, пожалуйста, дай мне хорошего ребенка. Я хочу воспитать хорошего человека для тебя, для тебя, не для себя, а для тебя, для Бога. Это работает. То есть реально благостные люди или хорошие дети, возвышенные, талантливые дети приходят в жизнь. Конечно же, для того, чтобы благостный человек был, родился, для этого нужно бросать все вредные привычки. К пьяному гае зачинаем, получаем деграданта. Понимаете, это то, что есть, это не уберешь из жизни. Надо понимать эти вещи. С молитвой, как бы молитва, во время зачатия не надо молиться. Молиться надо бериться. Во время зачатия надо любить близкого человека. Молитвенное настроение должно быть... Во время зачатия не надо включать эстрадную музыку. Пускай какая-то музыка, что-то должно быть, настроение какое-то возвышенное должно быть. Но не скорбное, понимаете? Если молитва скорбная, и вы начинаете скорбный ребенок родиться. Какое бы настроение вы ни имели во время зачатия, такого ребенка вы и получите. Бывает так, что люди только молятся, но и любят друг друга. И у них холодные дети рождаются, которые не интересуются родителями. Не надо думать, что только молитва помогает. Нужны также отношения. Надо понять, что отношения тоже важны. Благостные дети рождаются, когда люди перед зачатием совершают аскезу какую-то для Бога. Обходят святые места. Жертвуют в храм. Что-то делают по своей природе. Что они склонны делать для Бога, они делают. И Бога просят о хорошем ребенке для служения же Богу. Не для себя, не для того, чтобы не Богом, ребенком наслаждаться. А для Бога. Потому что Богу нужны хорошие дети на земле. Хорошие люди должны на земле рождаться, вырастать и жить. Это очень важно для нашей планеты.